Ваше святейшество. Ну, первый вопрос. Каковы ваши личные ощущения у встречи с Папой Франциском? Хорошая была встреча. Самое, может быть, для меня было важное, то, что в этой встрече не было ничего искусственного, нарочитого, не было никаких пост, которые призваны произвести впечатление на окружающих. Это была искренняя беседа двух людей, обеспокоенных очень многим, что сегодня происходит в мире, как в христианской семье, так и на стыке христианско-мусульманских отношений. Но я даже сказал бы в каком-то смысле, что сейчас вообще в мире происходит, учитывая то огромное напряжение, которое сложилось в отношениях между Востоком и Западом, а если поконкретнее сказать, Россия и НАТО. Вот эта вся озабоченность, она вылилась в серьезный разговор, который сопровождался очень высоким единомыслием по тем вопросам, которые, общественным вопросом, в первую очередь, которые еще вчера казались трудны для достижения какого-то соглашения между Папой и Патриархом. По милости Божией я могу сказать, что мы имеем высокий уровень консенсуса по оценке того, что сегодня происходит с человеческой семьей, что происходит в мире политики. И даже я бы сказал так, что есть общее понимание того, каковой должна быть позиция христианина перед лицом всех этих, как мы теперь говорим, грозных вызовов. У многих перед встречей с Папой, у пастыров, в частности, у некоторых наблюдателей были опасения, что все-таки русская православная церковь только лет пыталась как-то выставить отношения с Ватиканом. Может быть, какие-то были трения, может быть, были какие-то разговоры когда мы говорим о вашем встрече с Папой, да? И все говорят, что может быть какие-то даже тайные соглашения были заключены. Ну, знаете, мы все любим вот эти конспирологические теории. Вообще, насколько вот эти опасения были оправданы? Могли бы сказать? Эти опасения понятны, потому что никогда патриарх не встречался с Папой. История отношений русской православной церкви рейком и католической не безоблачная. Я не буду сейчас перелистывать эти тяжелые страницы, наши соотечественники их хорошо знают, вплоть до 90-х годов. И поэтому вполне понятно, что у части наших верующих людей возникли вопросы. А зачем? А что они, о чем они там будут говорить? А не будет ли как-то деформирована наша доктрина в результате этого «Упаси Бога?» Не будет ли каких-то изменений в литургической жизни, в пастырских подходах? Я должен сказать всем очень откровенно, не нужно ничего бояться. Ну, во-первых, мы не обсуждали ни одного богословского вопроса. Хорошо или это плохо, это другой разговор. Но мы не обсуждали. Но в богословской части декларации есть очень важное заявление. С одной стороны, мы говорим о том, что в течение тысячи лет мы принадлежали к одной церкви и имеем предание, традицию с большой буквы, которая в течение этих тысячи лет не просто сформировалась, но существовала. Это важное утверждение, которое свидетельствует о наличии неких общих истоков и, более того, совместной тысячелетней жизни. Но, с другой стороны, мы честно говорим о разделениях. Я не припомню ни одного документа, где бы, тем более на высоком уровне, где бы прямо говорилось о разделениях, в том числе и о богословских несовпадениях по важнейшим вопросам. Мы говорим, что мы до сих пор разделены в понимании Святой Троицы. Да, это разделение пришло из прошлого, но мы остаемся на тех позициях, на которых были наши отцы, свидетельствовавшие о том, что между Востоком и Западом появилось это разделение. Цель встречи никак не была связана с продвижением каких-то богословских соглашений. Во-первых, это был бы совершенно неправильный подход. Церкви нельзя сблизить даже, не то что соединить, договоренностью между двумя лидерами. Пойду дальше. Церкви невозможно соединить даже договоренностью всей иерархии. Вот собрать всю католическую иерархию, всю православную, что-то подписать. Единство Церкви – это действие Святого Духа. Мы разделились в ответ на наши греховности. Да, вот заповедь спасительная не сумели христиане сохранить. А вот если говорить о том, как может произойти воссоединение, то это будет Божье чудо, если мы когда-нибудь до этого доживем. У меня нет такой уверенности, что я буду свидетелем этого явления. Но может быть кто-то когда-то доживет. Если Господь преклонит эту милость и даст нам некое новое видение, вдохновение, то тогда, может быть, это чудо произойдет. Но никто нам не мешает молиться о том, чтобы сегодня христиане, во-первых, жили в мире. Мы говорим, что мир-то очень разделенный. Политиков упрекаем. Ну как это вы там не можете найти общего языка? Ну, наверное, немного и на себя можно так критически посмотреть и спросить. А мы-то почему языка общего не можем найти по тем проблемам, которые людей беспокоят? Вот то, что сегодня происходит в Сирии, в Ираке, это же ведь не просто, знаете, какое-то общее место, о котором сейчас говорят. Вот я был в Ираке накануне свержения Хусейна. Я посещал Масул и северную часть Ирака. Я посещал древние монастыри 4 века. Это замечательная вообще традиция монастырская, которая там сохранялась. Там жило полтора миллиона христиан. Сейчас на весе Ирак 150 тысяч. Где эти сотни тысяч людей? А ведь это не просто убитые или изгнанные люди. Это разрушенные храмы. Это просто уничтоженные целые города и поселения. Это происходит на наших глазах. И хорошо известно, что русская церковь многократно поднимала все эти вопросы, как и католическая. Но почему-то эти разрозненные голоса не были так восприняты, как сегодня воспринята эта общая декларация. У нас появилась надежда, что этим совместным голосом мы можем обратить внимание политических лидеров и вообще людей в доброй воле, как мы говорим, к тому страшному явлению, которое сейчас происходит. Вас отговаривали от встречи? Как вы говорите? Отговаривали вас от встречи или нет? Меня никто не отговаривал, потому что никто не знал. Об этой встрече знало 5 человек. Не буду называть их святые имена. Почему это было так? Потому что подготовить такую встречу в условиях гласности невозможно. Слишком много противников. И даже не тех наших милых и добрых православных людей, которые считают, что есть какая-то опасность в самой встрече. Есть мощные силы, которые этого не очень хотят. Поэтому надо было спокойно и в тишине ее готовить. Что мы и сделали. Спасибо. Russia Today. Ваше встречество. Насколько важен Ваш визит именно в Латинскую Америку в эти моменты, которые очень сложные для всех христиан? Например, Бразилия. Вот тут самая большая католическая страна в мире. И если еще у Вас будет время ответить, коротко про встречу с Фиделем Кастро. Может быть, с Кастро начнем? Это моя третья встреча с Фиделем Кастро. Я должен сказать, что когда был совсем молодым человеком в Ленинграде, тогдашним мы встречали Кастро в 60-е годы, когда он приезжал молодой, с черной бородой, ехал в открытой чайке вместе с Косыгином. А мы, как полагалось, махали флажками и кричали «Куба Си Янкино». Был такой слоган. Конечно, мне трудно было тогда представить, что когда-нибудь я смогу с ним встретиться. Это очень сильный, сильно мыслящий человек. Оригинально мыслящий человек. Это реальный политический лидер. Вне зависимости, как от него относятся на севере Америки, в Западной Европе, на юге. Вне зависимости от этих оценок, это действительно сильная личность. Я провел с ним, думаю, в общей сложности где-то 8 часов. Три раза, два раза по три часа, и вот сейчас два часа. Он сохраняет ясность мышления, он очень внимательно слушает. У него правильные реакции, правильная аналитика. А на минуточку ему 90 лет. Поэтому это, конечно, феноменальное явление. Мне всегда с ним было очень интересно беседовать, тем более, что он ведь, как он мне сам сказал, когда после смерти отца они с Раулем стали думать о том, что делать с этой огромной латифундией, то, будучи воспитанные в иезуитском колледже, они решили, что надо поступать так его, как Евангелие говорит. Иди, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небе. Теперь давайте на минуточку себя поставим на их место. Богатейшее наследство, перед тобой весь мир. Они принимают решение раздать все крестьянам. И раздают. А потом стали задавать себе вопрос, а так ли все хорошо на Кубе. И поняли, что много очень, что нужно менять. Но когда стали менять, известно, что очень обидели могущественные экономические силы, тесно связанные с сильным соседом с севера. И вот тогда возникла угроза уничтожения революции. И как мне сказал Кастро в нашей первой беседе, вот тогда мы поехали в Москву, потому что ехать больше некуда было. Но нам сказали, что будем вам помогать, если вы скажете, что это социалистическая революция. Ну, они сказали социалистическая. И стали учиться марксизму, как он говорил. Но исток-то христианский. Конечно, Кастро коммунист, он социалист, он идейный человек, у него не происходит никакого изменения в его убеждениях. Но истоки христианские. В этом смысле он был у меня очень интересен. Потом было совершенно поразительно, как он согласился на строительство церкви, как он предложил мне избрать место. И я вот выбрал это место в центре Старой Гаваны. Как он в ответ на мое предложение, что было бы хорошо послужить литургию, а потом крестным ходом пройти к месту закладки камня. Это было в 2004 году. Он сказал, да, пожалуйста, послужите. У нас есть францисканский монастырь, он, правда, музей, в нем не служит, а вы послужите. И когда я пришел в этот францисканский монастырь, то увидел, что весь огромный храм заполнен народом, а на передней скамейке сидят члены ЦК, министры, крестятся, не стесняются. Вот. Я заранее заготовил два флага, кубинские и российские. Мы выстроились в крестный ход с крестом, хоругвами, двумя флагами. И от этого францисканского монастыря шли пешком по центральной части Гаваны. Ничего подобного в Гаване не было после революции. Тысячи людей приняли участие в крестном ходу. А потом кубинцы ведь построили этот храм на свои деньги. Мы только его украшали, интерьер как-то обустраивали. Поэтому, конечно, и сегодня очень важные процессы происходят на Кубе. Не буду уже, как говорится, слишком долго вас всем этим утруждать, но очень важные, интересные процессы. Я думаю, что они находят верную модель трансформации своего общества без шоковой терапии и без потрясения снов. Но постепенное расширение частного сектора в производстве сельского хозяйства, в торговле. В 2004 году я не видел продуктовых магазинов, где можно было свободно за деньги купить продукты. А сейчас это есть. И потихонечку, думаю, все будет развиваться. Вот и сейчас Фидель уже пожилой совсем человек, но с очень интересными мыслями. Он невероятно эмоционален, когда он начинает говорить то, что у него на сердце, и очень внимателен, когда слушает собеседника. Поэтому для меня это был очень хороший опыт общения. Я первый раз приехал в Латинскую Америку в 1985 году. В городе Буэнос-Айресе в январе месяце проходило заседание Центрального комитета Всемирного совета церквей. Я был членом этого комитета. И наблюдая жизнь латиноамериканцев, особенно церковную жизнь, я почувствовал некую близость и некие общие черты с тем, что присуще русским людям и вообще России. И в голове такая формула возникла. Это почти Россия, только с тропическим жарким климатом. Это бытовая культура. Это не очень точное и корректное отношение ко времени. Есть такое испанское слово «маньяна» «завтра». Но если вам говорят, что встреча будет «маньяна», то это неизвестно, она будет завтра, послезавтра или еще через некоторое время. Но помимо этого, вот чисто такой эмоциональный уровень, религиозный уровень, мне очень напомнил то, что имеет место в нашем народе. Ну, а затем, наблюдая в то время, особенно позже, те процессы, которые происходят в Западной Европе и на севере вообще нашего полушария, постепенное действительно вытеснение религиозности из общественной жизни, сокращение количества верующих, некая дехристианизация культуры, вот наблюдая все это, пришел к выводу, что есть два региона, с которыми можно связать надежду на глобальное возрождение христианства. Это Россия и Латинская Америка. И я уверовал в эту идею. И поэтому мне очень хотелось после вступления на Патриарший престол посетить Латинскую Америку. Я глубоко убежден в том, что этот регион имеет не просто экономический потенциал и все прочее, о чем сейчас принято говорить. Этот регион имеет огромный духовный потенциал. Но вот есть одна опасность. И я почувствовал наличие этой опасности сегодня, имея беседу, продолжительную беседу с кардиналом, архиепископом Рио-де-Жанейро. Здесь тоже появляются признаки некой дехристианизации. Во-первых, очень много различного рода миссионеров, как у нас было в 90-е годы, из разных процветающих стран активно развивают миссию, конечно, ослабляя позицию католической церкви. Но даже не это главное. А главное заключается в том, что уж не знаю под какими влияниями, но и некоторые политические силы в латиноамериканских странах склоняются к тому, чтобы принимать вот эти существующие сегодня модели, политические модели богатого севера, так скажем, которые игнорируют религиозную традицию людей и которые отрывают законодательство от нравственной природы человека. Я подумал, что вот здесь есть большая разница между нами и ими. Мы прошли через атеизм как отрицание религии. Но ведь это же было не просто отрицание. С атеизмом советские люди, особенно в послереволюционные годы, искренне связывали построение экономически процветающего и справедливого общества. Ведь мы строили коммунизм. Мы, я имею в виду, народ. И по крайней мере до 60-х годов, до 70-х годов 20-го века это было искренним искренним желанием и стремлением людей. И меня никто не убедит в том, что это не было так. Потому что все эти подвиги комсомольские невозможно было делать без веры. Должна была быть вера, чтобы ехать, осваивать целину, прокладывать бам и делать множество других вещей. Это был огромный энтузиазм. Но кроме того, ведь давайте вот о чем еще скажем. В Советском Союзе была одна партия, значит, в одних руках был весь экономический, политический, культурный потенциал страны. Вооруженные силы, спецслужбы, спорт. Да куда пальцем не тни. Все было в одних руках. И колоссальные богатства под землей, и развитая индустрия. И цель одна. И при такой организации, при такой монополизации всех усилий, направленных на достижение одной цели, мы не смогли ее достичь. И все рухнуло. Разные ответы на этот вопрос. У меня только один в ответ. Такие цели нельзя достичь без Бога. Как нельзя было построить Вавилонскую башню. И вот то, что происходит сегодня в Западной Европе, в Северной Америке, и может начать происходить в Латинской Америке, это стремление построить справедливое, процветающее, высокотехнологическое общество, но, простите, без Бога не получится. И опыт нашего народа очень важен. Я передаю эти свои мысли, свои чувства, и, может быть, завтра буду даже говорить об этом еще раз, моим латиноамериканским слушателям. Посмотрите на наш опыт. Это не случайно Бог провел наш народ через страшные испытания, через колоссальные потери. Разве можно сказать, что все эти жертвы, они напрасны? Я глубоко убежден, что эти жертвы не напрасны ради только того, чтобы мир услышал и узнал. Наш с вами опыт уникальный опыт. И мы сегодня строим не без трудностей, не без критики, но мы пытаемся построить общество, где религиозная вера органично сочетается с образованием, с технологиями, с информацией, с современным образом жизни. И вот задача церкви заключается в том, чтобы именно этот синтез духовного и материального в России поддерживать. Не знаю, как нам удается, может быть, и не очень еще и удается, но таковы наши намерения. И вот обо всем этом я говорил и говорю и буду еще говорить в Латинской Америке. И поэтому мне очень хотелось посетить латиноамериканский континент. Ваше Святейшество, возвращаясь к встрече с Папой Франциском, будет ли продолжена совместная работа по ключевым пунктам декларации по преодолению гонений на христиан на Ближнем Востоке, по дохристианизации Европы, по ситуации на Украине? Возможно, какие-то совместные комиссии появятся, следующие встречи будут запланированы. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, пока мы не планировали никакой встречи, но я полагаю так, что диалог соответствующих структур римокатолической церкви и нашей церкви, направленный на решение вот тех самых вопросов, которые вы сейчас обозначили, он, конечно, будет продолжаться. Я не готов сказать, как это будет технологически выглядеть, да, но, наверное, ничего другого человечество не знает, как встречаться, обмениваться текстами, обмениваться мыслями, вырабатывать какую-то общую позицию. Дай Бог, чтобы так было. Надеюсь, что так оно и будет. А удалось ли на этой встрече обсудить какие-то темы, которые не вошли в текст декларации? Темы нет. Но ведь помимо тем была аргументация, были какие-то размышления, совместные, и я не готов раскрывать всю эту часть переговоров, хотя там нету ничего секретного. Я, как вначале сказал, это было приятно, потому что, по крайней мере, для меня, не знаю, как для моего собеседника, но думаю, что тоже так, что те цели, которые мы декларировали, мы реально преследовали. Вот я эту формулировку сейчас использую для описания тяжелейшего положения в Сирии. Почему нету доверия между сторонами? Потому что каждый из сторон понимает, что те цели, которые декларируются, а такая цель борьба с терроризмом, это не единственная цель. И присутствие недекларируемых целей и создает напряжение. А для того, чтобы снять это напряжение, нужно договориться о том, против чего мы реально выступаем в этих совместных действиях в Сирии. Так вот, если перевести все это на уровень нашего диалога, то у нас не было недекларируемых целей. Мы работали в рамках тех целей и той, как теперь мы говорим, парадигмы идейной, которая отражена в декларации. Российская газета. Вот как вы почувствовали, дошло ли до сердца Папы Римского наша беспокоенность по поводу того, что творится, что творят униаты на Украине? Но вы, наверное, знаете, какая реакция греко-католиков и православных раскольников на эту декларацию. Один из раскольнических фигурантов сравнил это с Мюнхенским соглашением. Не буду называть это имя, я стараюсь его никогда не употреблять публично. А униаты тоже выступили прямо против Папы, или, по крайней мере, мне так показалось, против позиции, которую Папа занял, ссылаясь на то, что якобы его тут кто-то обманул, ввести там в заблуждение, каких-то два человека якобы эту декларацию написали, что совершенно не соответствует действительности. Это действительно коллективный труд. и декларацию мы закончили писать за несколько часов до встречи. Вот чтобы вы понимали. И доказательством этому является то, что текст был напечатан не очень хорошо. Мы правили текст до самого последнего момента совместно. И поэтому эта творческая работа двух церквей и, конечно, подписана на самом высоком уровне. И вот эта реакция негативная на Украине меня очень огорчила. Потому что эта декларация дает шанс и для диалога с греко-католиками. Если они будут действовать в той парадигме, которая обозначена этой декларацией, это фундамент для нормализации отношений. И вместо того, чтобы сразу сходу отвергать и говорить там про церковь агрессора, вместо того, чтобы использовать эти политические штампы, нужно было подумать и сказать стоп, 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 так у нас же открывается шанс. Но, видимо, не так сейчас люди мыслят там. Вот я задаю себе вопрос, что ведь можно ли собрать людей воедино преследованиями насилием нельзя. Но ведь даже самые радикальные национальные силы на Украине выступают за соборную Украину. Что такое соборная? Единая. Ну вот, наверное, из вас здесь многие в браке состоят. Вот можно брак сохранить через ненависть, через попытку взять вверх одного супруга над другим, через открытый конфликт, через разжигание ненависти. Не просто брак разлетится, семья разлетится, человеческое общество разлетается. Если вы хотите консолидировать любую группу людей, вы должны найти правильный язык, вы должны учитывать интересы одного и другого, достигать приемлемых для всех условий, в том числе условий жизни. Вот строительство соборной Украины может происходить только посредством употребления такого метода. Если вы обратите внимание, именно такую позицию занял Московский Патриархат, Римно-Католическая Церковь и Украинская Православная Церковь, где паства на севере, на юге, на востоке, на западе, они призывают к миру. Как наши монахи встали на Майдане, может быть, помните эту драматическую картину, они никого кулаком не махали и ни в чью сторону камней не бросали. Они встали и сказали мир вам и стояли и держали эти две силы, не давая им столкнуться. Вот роль Церкви, но в каком-то смысле это роль мудрых политиков. Поэтому я вижу будущее Украины, у меня очень оптимистический взгляд. Несомненно, наступит время примирения, и как важно, чтобы и греко-католики включились в это примирение, чтобы оставить в стороне все эти наклейки ярлыков, попытку на кого-то за границей спихнуть ответственность за то, что происходит в их собственной стране. Задача всем вместе сегодня работать на примирение. Мы готовы в этом участвовать ровно настолько, насколько украинские братья этого пожелают. Если они скажут без вас, пожалуйста, без нас. И вся эта идея присутствует в декларации. И, конечно, мне было удивительно слышать несправедливую критику из Киева в адрес этой декларации. Ваше святейство, в этой поездке у вас была еще одна очень знаковая встреча с пингвинами. Многие очень удивились, почему вы вообще поехали в Антарктиду, поэтому спрашиваю, почему. Ну и как вам пингвины? Потому что мы заметили, что в отличие от нас, от вас они не убегали и шли на контакт. Но я бы хотел все-таки не с пингвинов начать, а с тем, что наши люди в Антарктиде пережили тяжелейшие после распада Советского Союза чудом держались наши эти антарктические экспедиции. Мне много рассказывали об этом подвиге людей. Я не буду сейчас драматически описывать все то, что там происходило, но это чудо, что они в таких условиях смогли выдержать все многие годы. Сейчас, конечно, положение меняется, и вы своими глазами видели, что и наша станция Беллинсгаузен выглядит совсем неплохо, хотя много еще, конечно, нужно сделать и поднять уровень и так далее. Но какая-то связь с Антарктидой у меня была. Она у меня была еще с самого детства, потому что я дружил с детьми полярников. Мы где-то под тогдашним Ленинградом вместе дачи снимали, и поэтому вот эта атмосфера Северного и Южного полюса, рассказы о полярниках, как-то мне были близки с детства. Ну, конечно, не это было причиной, а причиной было то, что я получил такое очень сердечное приглашение. Уж по велику вы в Латинской Америке будете, но возьмите, примите труд, но приезжайте к нам. Вы знаете, что там был построен православный храм, это единственный храм на всю Антарктиду, где идут регулярные службы, где живут священники, но и конечно, находясь в относительной близости к Антарктиде, было бы несправедливо не посетить этих героических людей, не помолиться вместе с ними, не поддержать наших клириков там. И вот до того, как я буду говорить о пингвинах, я все-таки хотел бы о людях сказать. Вот я испытал очень теплое чувство. Вообще очень хорошо человек воспринимается, и люди воспринимаются в храме во время богослужения. Потому что раскрывается душа человека, и все это присутствует в этом каком-то метафизическом пространстве. И я себя замечательно духовно чувствовал среди полярников. И видел, как они реагируют на все, как они реагируют на какие-то мои скромные слова. Но потом, когда узнал, как друг другу помогают, вне зависимости от национальностей, какой высокий уровень солидарности, отсутствие какой-то злобной и враждебной конкуренции, отсутствие, как я уже говорил, оружия, всякой военной деятельности, всяких научных исследований, направленных на уничтожение другого человека. Но ведь это же образ идеального общества. А когда уж я увидел пингвинов, которые подходят к тебе, я вспомнил, что в раю тоже не было конфликтов между животными и человеком, так это действительно некий физический образ идеального общества, где люди в мире живут, будучи разными, где природная среда охраняется так строго, как нигде на земном шаре, и где полная гармония с этими замечательными животными, с пингвинами, на которых безумиление смотреть невозможно. Ваш священник, у меня вопрос связан с таким... Могу я только вас перервать на минуточку? У нас по времени это как? У нас... Ага, есть еще. Хорошо, да. Спросить вас об эпизоде, который случился как раз перед тем, как мы долетели до Антарктиды. На самом деле мы в салоне тоже сидели, мы видели, как изменились лица у некоторых наших коллег и пассажиров. Вы-то заметили вообще все это? Вы-то сдали о том, что случилось и что пришлось... Почему пришлось возвращаться назад и менять самолет? Я узнал первым, наверное. Мне сразу доложили, что очень опасная авария. Буквально разлетелось в мелкие кусочки лобовое стекло кабины. Оно двухслойное. И вот этот первый слой, который выдерживает наибольший удар, он разлетелся в мелкие кусочки. И пилот сказал, что это очень опасно и нужно немедленно возвращаться в пункт Аренас. Я, конечно, согласился. Предложил пилоту лететь на высоте 3-4 тысяч метров. Чтобы в случае разгерметизации мы с вами остались живы. Мы летели на высоте 9 тысяч, когда это произошло, и там мало было бы шансов нам добраться до материка. Но он сказал, что существует инструкция, по которой нельзя менять резко эшелон вот в таких условиях. Но если вы заметили, мы очень долго летели на низкой высоте, практически над всей огненной землей. Мы были на той высоте, когда уже взрыв стекла второго не привел бы к тяжелым последствиям. Но большую часть полета над проливом Дрейка мы осуществляли на высоте 9 тысяч. Конечно, это был рискованный полет. Почему вы не передумали вообще лететь? не как-то не в моем характере. Вы знаете, а если проще сказать, здесь не какие-то человеческие волевые силы. Я очень верю в волю Божью. А потом нужно еще помнить, что человек, который отдает всю свою жизнь Богу, он не может не верить в загробную жизнь. А если ты по-настоящему веришь, то все это воспринимается несколько иначе, чем если человек не верит в загробную жизнь. И особенно если ему есть что оставлять в этой жизни. Вот тогда бывают истерики, паники. А так вообще не полагается паниковать.